Термин импортозамещения Здесь мы рассуждаем об IT и телекоме, рассказываем о трендах и технологических инновациях, объединяя связи, людей и технологии. Сегодня у нас в гостях Анна Гридякина, директор по развитию НТЦ Протей и директор по работе с органами государственной власти Протей Спецтехника. Анна, привет! Привет! Привет, Маш! Очень рада, что ты выделила время в своем плотном графике для встречи с нами, приняла участие в нашем подкасте. Спасибо тебе большое! Давай начнем с того, как изменился мир с событиями 2022 года. Какие были меры, применяемые к телекоммуникационному оборудованию до 2022 года? Изменились ли они после этого? Если изменились, то как? Ну, вообще, в целом, вот если мы прибегаем к некой исторической нашей справке, вообще, в принципе, анализируем и своего рода и тенденции, которые имели место быть, и регуляторику, которая из этого вытекала, то, в общем-то, эпоха как бы до 2022 года, она на самом деле не маленькая, это достаточно серьезный период, можно его крупно оценить как, наверное, период 30 лет. Вот, в общем-то, определенные, скажем так, подэтапы были, и тенденции в части того же самого импортозамещения, они на самом деле начали зарождаться, наверное, даже в 2006 году первые предпосылки были. В основном они касались и распространялись именно на сегмент и отрасли, связанную с обороной и безопасностью Российской Федерации. Но вот уже первые постановления, и мы анализировали эту законодательную базу, постановление 369, постановление 56, так или иначе, опыт в части законотворчества, он начинал формироваться уже тогда. Просто на, скажем так, основном рынке, коммерческом рынке, общегражданском рынке мы этих тенденций сильно не ощущали, и, в общем-то, в большей степени мы ощущали тенденции, связанные с такой доминирующей, серьезной позицией импорта. В части телекома это было повсеместно, если мы посмотрим на цифры, в том числе присутствие импорта и российских предприятий на рынке, то они будут ощутимо неутешительные. И первые такие серьезные изменения мы, наверное, прочувствовали в 2014 году. Это год, который, в общем-то, заложил более серьезный фундамент здесь. У нас поменялось законодательство и в части контрактной системы закупок, где у нас 4-й ФЗ сменился на 44-й ФЗ. И ровно тогда стала формироваться и политика, регулирующая промышленность, причем в разных ее сегментах машиностроения, и в том числе легкая промышленность и так далее. И в контексте IT и радиоэлектроники в целом, именно в этот период появились такие самые первые связи с контрактной системой закупок и запрещающих мер воздействия. То есть, например, была осуществлена связь постановления правительства 12-36. В общем-то, тогда же оно и зародилось, оно у нас, по сути, как бы определило правила для определения российского происхождения для программных продуктов. И, в общем-то, получило непосредственную связь с рынком, что очень важно. И эту эпоху, этот период, этот год, вот я, например, отлично помню, Протей в то время занимался построением таким прям активным систем 112 в регионах. И вот эти меры, они прям ощутились в моменте, ощутились прям колоссальные на уровне заказчиков, и на уровне поставщиков, разработчиков, в том числе, и в особенности программных решений. Что касается телекома привычного для нас, железного полноценного телекома, то здесь мы все-таки идем по хронологии чуть-чуть, скажем так, дальше, глубже. Это уже там период, наверное, 16-18 года, когда появилось наше постановление 878, определяющее требования и критерии, что самое важное к тому, а что вообще считать российским, а что не считать российским. И получило тоже резонную связь и корреляцию с контрактной системой закупок, это очень важно, потому что пустые реестры, ну, они просто не работают. Они могут работать только тогда, когда вот за руку мы с рынком как бы взялись. С рынка мы можем взяться за руку путем вот интеграции с соответствующей нормативно-правовой базой. Они носили не столько запрещающий характер и не столько рекомендательный, сколько даровали определенные привилегии. То есть вот правило там третий лишний, второй лишний, вот это как раз вот про это. И в принципе вот с 14-го года до 22-го, наверное, это вот эпоха, когда мы анализируя рынок и анализируя структуру вообще внедренных в эксплуатацию средств, в особенности средств связи, начинаем видеть хотя бы какую-то динамику. Но тем не менее, несмотря на то, что изменения имеют место быть и в эту эпоху, в большей степени они, конечно, носят скорее декларативный характер, чем как бы характер какого-то реального импортозамещения. Наверное, как-то так. Как российские производители вообще в принципе отреагировали на изменения глобальные, которые происходят в нашем мире, и изменился ли подход разработчиков вот к производству? С 22-го года? Ну, с 22-го года изменилось вообще всё. Ну, то есть, на мой взгляд, это в буквальном смысле разделение неких как бы эпох, и вот тот там какой-то декларативный фундамент, да, вот мы там все здорово знали слово импортозамещение, все его использовали в маркетинговых целях, в целях просто, скажем так, номинально-формальных, в целях поставить галочку, что мы выполнили какие-то задачи, ещё что-то. Но это всё, скажем так, без осознания и прочувствования реальных смыслов, которые вообще заложены в этом слове. Ну, во-первых, мне кажется, что всё-таки термин импортозамещение, он достаточно скуден и в каком-то смысле попсов, истинные смысла он не раскрывает, и куда более верным является определение импорта независимости. И вот с 22-го года, мне кажется, мы осознали эту суть, именно суть вообще этого слова на всех уровнях, на уровне государства, на уровне производителей, на уровне потребителей, что немаловажно. И, наверное, ключевым вообще критерием вот этих вот перемен и послужило более осмысленные вообще диалоги и плотность этих диалогов. Причём именно, грубо говоря, на троих, да, говоря там простым языком. И отношение всех участников процесса, особенно вот в период 22-го года до его конца, да, там, начало 23-го года, отношение было прям ощутимо с желанием погружаться в глубину, с желанием осуществлять изменения, именно точечные, правильные и реально нужные, с желанием погружаться в суть вообще проблем. Поэтому изменений много, учитывая, что естественный спрос рынка, он тоже произошёл именно в этот период времени, то, разумеется, предприятия-производители, их в сфере телекома, на самом деле, ну, объективно, очень немного. Вот наших с тобой рук и пальцев, в общем-то, с уверенностью могу сказать, что хватит для того, чтобы вот их перечислить. Реально, предприятия, которые реально что-то создают, производят именно вот в нашем сегменте, именно в сегменте телекома. Поэтому, конечно, 22-й год был, у этих заводов протеин не был исключением, он был занят, в общем-то, обеспечением перестройки своих бизнес-процессов, своих производственных процессов, активного реинвестирования средств в расширение площадей, количество людей, выпуска производимой продукции. А это сильно непросто, потому что, опять-таки, если мы вернёмся на шаг назад, на 30 лет назад, то, как бы, увидим, что спроса и вообще структура спроса, который имел место быть в то время, она была, по сути, он был, по сути, своей, обусловлен отдельным каким-то кастомом, запросом на сложные инженерные задачи, запросом на то, что не могут решить готовые коробочные решения, которые, разумеется, всем очень нравились. Всем нравилась Cisco, Hightera, Avaya, Siemens, всё великолепно. Но когда тебе нужно сделать конвертер сигнализации, который отсутствует в линейке оборудования у западного вендора, сразу возникает запрос к российским производителям. Когда на плохих каналах связи какой-нибудь Камчатки, где спутники, а в те времена это была вообще беда, и протоколы сигнализации просто-напросто отваливались у западных решений, тогда шёл запрос к российским производителям. И естественно, что это накладывало особенности и определённые ограничения на внутренний устрой предприятий. То есть, как правило, это малая серия, как правило, это серьёзная кастомизация и внесение изменений в модификации на постоянной основе. То есть, грубо говоря, ты отгрузил небольшую партию, 150 каких-нибудь медиаторов, шлюзов для какого-нибудь МГТС, а следом у тебя уже меняется запрос, меняется структура задачи. И, конечно, вот те предприятия, которые прошли действительно вот этот невероятный просто путь истинного созидания вообще вопреки всему, потому что это было с точки зрения, например, финансовых целей, да невыгодно вообще это было. Значительно выгоднее было заниматься перепродажей, чем и занималось большинство игроков на рынке. Но, тем не менее, на волне той самой как бы неубитой, слава богу, идейности, идейности и научной, вот такие предприятия прошли этот путь. Но в 2022 году они, естественно, столкнулись с тем, что да, перестройка нужна, и она вот в том числе нужна для того, чтобы обеспечить насыщение того спроса, который вот очагово возник именно в 2022 году. Да, конечно, с 2022 года действительно многократно возрос интерес со стороны потребителей к российскому производителю. Я думаю, что я сегодня так получилось, что была у нас на производстве, не на закрытой части, а на расширяющихся площадях, которые вот постоянно множатся, ширятся, создаются новые. И действительно это всё вот поражаешься, насколько быстро, сходу мы адаптируемся к возросшему спросу, элементарно халатов не успеваем закупать для новых открывающихся штатных единиц сотрудников, которые там занимаются производством. Это действительно очень впечатляет, меня это очень впечатлило. И как Протей смог так быстро отладить свои бизнес-процессы, которые были там, скажем так, на определенные объемы партий ориентированы, и сейчас с многократно возросшим спросом, вот раз и перестроились на новые рельсы. Ну, на самом деле, Протей до конца не перестроился. И на самом деле это путь, путь, который не самый простой, но, в общем-то, чувство, наверное, и какой-то такой благостной ответственности здесь помогает, потому как всё-таки Протей сегодня является и системообразующим предприятием экономики Российской Федерации. И вот как бы удивительно ни было, казалось бы, да, какие-то там статусы, регалии, чего-то как-то, и раньше было много каких-то вот там побед в конкурсах, каких-то вот громких красивых грамот и так далее, но попадание именно в этот перечень, он вообще нас заставило очень много всего переосмыслить, как-то по-другому заиграло вообще понимание того, что, а вот действительно это прям нужно-нужно, и нужно не только для того, чтобы какие-то там отдельные задачи решить, а нужно именно как бы в массовом объёме. И осознание и понимание того, что да, мы эти задачи способны решать, оно, наверное, помогает сейчас проходить этот путь, но на самом деле он не пройден. И сейчас у нас там имеет место быть там целый план стратегического развития, и я уверена, что ещё многие процессы придётся пересмотреть, и это реально постоянный процесс, потому что, ну, скажем так, вводишь что-то, выплывают какие-то моменты. Это как вот законы, да, и вот с импортозамещением, на самом деле тоже наглядно это в хронологии прослеживается. Вышло первое постановление, ага, поймали, что здесь не хватает вообще определения критериев, здесь нету ответственности, здесь ещё нету чего-то, апгрейд, выпуск там следующей версии, там уже учтены такие-то, такие-то вещи. Как, в общем-то, как и программное обеспечение, поймали баги, обновили, там пошли дальше. И вот период вот этого расширения, развития, а он на самом деле в динамике осуществляется, ты всё правильно отметила. То есть, во-первых, у нас количество и физических объектов, я запуталась уже, сколько у нас новых площадок появляется. Иногда в моменте ты даже не способен ответить на вопрос, так, а сколько у вас там площадей сейчас, а потому что уже сложно, вот вроде там квартал назад было столько-то, а на самом деле вот уже совсем другой метраж. С людьми точно так же, то есть вакансии открыты постоянно, и буквально к моменту вашего форума, например, где мне тоже посчастливилось выступить, были цифры одни, прошло, да меньше чем полгода прошло, уже прирост там плюс 200 человек, по нашим меркам это много, и естественно, каждая вот эта итерация, она влияет в том числе на подходы, на формирование, совершенствование каких-то правил, внутренних регламентов там и так далее. Что-то происходит не очень просто, потому что мы такие свободолюбивые, да, все с ментальностью и духом инженеров, хотим творить, и мы творцы, а здесь как бы приходится так, а вот тут уже дисциплина, а вот здесь вот уже правила, а здесь, да, друзья, может быть это было бы проще решить как бы в моменте по телефонному звонку, но нет, мы следуем как бы процедуре, правилам и так далее, поэтому и приближение к финишу какому-то, он на самом деле зависит от, да, от всех нас это зависит, от того, насколько мы осознаем вообще ценность эффективности процессов и насколько мы уважаем и внимательно относимся вот к этим самым перестройкам текущего времени. И насколько мы действительно заряжены, верим, наверное, в высокую цель всего происходящего. Это точно, этим и держимся. Расскажи, пожалуйста, про ситуацию с микроэлектроникой в нашей стране. Все мы понимаем и знаем, что это, наверное, больной вопрос для нашего государства и для нас как производителей в том числе, поскольку, ну, определенной элементной базы, конечно же, не хватает. Есть ли какой-то прогресс в этом направлении? Вот что с нашей колокольни, какие перспективы видятся? Ну, наша колокольня, наверное, тут является даже такой отраслевой колокольней. Мы сейчас, может быть, ты слышала и наблюдаешь за изменениями профильного для нас закона, это изменение и поправки, ну, по сути, на самом деле, вывод из действия постановления правительства 878, определяющего как раз требования к телекомоборудованию и слияние его, ну, в народе это называется некий трансфер постановлений и перевод его, по сути, в постановление правительства 719. И телеком как бы будет мигрировать туда, это крайне непростой процесс, а потому активно обсуждаем мы, активно прорабатываем мы регулятором, в том числе с участием отрасли его ключевых производителей, в этот список мы попадаем, сильно неравнодушных и активно участвующих, также он сильно освещался в СМИ, и, собственно, в рамках изменения вот этой вот нормативно-правовой базы идет пересмотр ряда требований, в том числе технических требований, в том числе требований, касающихся как раз используемой ЭКБ и структуры используемой ЭКБ в готовых конечных изделиях. И, в общем-то, есть определенные параметры, которые в текущей версии постановления определены, так как это требует серьезной верификации и глубокого анализа, мы как раз с крупнейшими заводами в сфере телекома проводим сейчас практический анализ и очень глубокое погружение, поэтому представление имеется, Протей провел и проводит, на самом деле, работу в режиме реального времени, по сути, по анализу всего своего сводного бом-листа, то есть типа номиналов различных и микросхем, и так называемые прочие ЭКБ мы используем достаточно много, так как линейки оборудования, Инжен и ВКС, они довольно обширные, это порядка там полутора тысяч типа номиналов, а имеющиеся ЭКБ как бы на рынке в совокупном портфеле предприятий как бы изготовителей, это там вообще в принципе тысячи типа номиналов, и мы занимаемся уже не первый месяц тем, что анализируем наложение как бы необходимых нам аналогов и того имеющегося потенциала. Понятно, что тут это не секрет, ничего нового не расскажу, технологически, конечно, сильно более как бы отстающего от импорта. по моему пониманию как бы и видению, да, и в общем-то с нашими коллегами и партнерами мы, наверное, сходимся во мнении, что вот сейчас мы используем все на самом деле в буквальном смысле одну микросхему, как бы это иронично не звучало, но это соответствует реальности сегодняшнего дня, потому что полного совпадения по функциональным и конструктивным параметрам, так называемый пин-ту-пин, сейчас просто нет его сейчас, поэтому на сегодняшний день это одна микросхема. К периоду, там, скорее 27-го года мы видим оптимальным использованием и возможным, там, порядка 5% от общего объема, там, микросхем. В контексте пассивной электронно-компонентной базы, наверное, порядка 15%. Ну и дальше с интервалами, там, 3-5 лет при учете, да, при условии постановки точечных и необходимых окров на уровне, как бы, государства, субсидируемых окров для наших дизайн-центров, которые у нас имеются в стране, возможно, будет вот это вот наращивание. Но, на самом деле, вопрос коррелирует в том числе, наверное, в принципе, с самим подходом к импортозамещению и, наверное, с такой сущностью, как вертикальное импортозамещение, потому что сфера, как бы, ощутимо технологично, ощутимо наукоемко, и, по большому счету, вот этих сквозных цепочек и звеньев, их очень много. И, по большому счету, конечно, стратегический подход здесь просто необходим. По формированию, как бы, точечного спроса на конечную продукцию, отсюда логичные, там, механизмы форвардных контрактов, еще чего-то для формирования спроса и доращивания, как бы, необходимого сырья. Сырья, на самом деле, много, не только ЭКБ. Здесь есть и печатные платы, а если мы копнем глубже, то поймем, что есть еще сырье и для того, и для другого. В общем, это достаточно серьезная, глубокая, с точки зрения стратегии, вообще работа. Вот, и она однозначно необходима, потому как, ну, те, те показатели, которые мы видим сегодня, ну, там, из 293 микросхем нам подходит одна, а 6 подходит при условии, если мы переразведем свои решения, полностью переделаем серийную продукцию, а это тоже может себе позволить далеко не каждый завод, учитывая, что подписаны долгосрочные контракты, что-то может стоять на снабжении и так далее. Поэтому, конечно, здесь вот реальность, она с одной стороны не радует и, скажем так, оставляет, мягко говоря, желать лучшего, с другой стороны, так как все действительно сильно меняется и подходы и регуляторов меняются, мы все-таки сплочены общей верой и идеей в то, что при выравнивании как бы подходов ситуация в целом может измениться, потому что там инженерный потенциал, потенциал научный у нас достаточно достаточно серьезный. Пока, к сожалению, вот по телекому картинка примерно такая. Ну, из позитивного, опять-таки, в этом контексте, это, наверное, возможность это, в принципе, открыто обсуждать. То есть обеспечение, в том числе, регулятором и сопутствующих неравнодушных ведомств и кабинетов, которые активно погружаются в тему, причем погружаются достаточно глубоко, зачастую глубже, чем те, кто, в общем-то, что-либо производит, как бы это удивительно ни было, и, в общем-то, обеспечение вот вот этой вот работы. При Минпромторге России, кстати говоря, есть даже целый оперштаб, который вот занимается разбором, еженедельным разбором с заводами-изготовителями в сфере микроэлектроники, вот насущных и актуальных проблем. И, в общем-то, сейчас даже обеспечивается постепенно вот эта вот самая интеграция и формирование диалога между вот теми непосредственными заказчиками и непосредственными потребителями этой продукции. И вот, на мой взгляд, вот это крайне приоритетные вообще направления и погружения, чтобы вот мы, грубо говоря, не столкнулись там, знаете, с издержками советской плановой экономики, когда Госплан сказал вот кастрюли делать, а зачем делать, для кого делать, кто покупать будет и так далее, как бы мы не подумали. Вот, грубо говоря, чтобы этого не было, нужна как раз вот эта вот стратегическая глубокая работа, и вот первые ее предпосылки, мне кажется, сегодня уже видны. Друзья, напоминаем вам, что все обсуждения, которые вы слышите в нашем подкасте, публикуются в рамках проекта «Железный трон IT России» от компании «Проте технологии». Это площадка, где мы рассказываем о новых технологиях в IT и телекоме, приглашаем экспертов из мира бизнеса и науки для того, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся телекоммуникаций, технологий и научных достижений. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу по QR-коду на экране или по ссылке в описании. А если вы хотите стать гостем нашего подкаста, то в описании канала вы найдете контакты, перейдя по которым вы сможете отправить информацию о себе. Ты сегодня уже упомянула, что «Протей» изначально выстраивал свою стратегию, основывая ее на том, что полностью отечественная разработка, производство, даже изначально, собственно говоря, вся программная составляющая писалась под отечественные операционные системы. Естественно, все решения «Протей» занесены в реестр телекомоборудования российского производства, но благодаря межведомственной оценочной системе, которая, как я понимаю, сейчас внедряется активно для принятия решения включения оборудования того или иного производителя в этот реестр, видишь ли ты риски того, что какие-то недобросовестные производители будут искать какие-то лазейки для того, чтобы, ну скажем так, неполноценное российское оборудование включать, пропихивать, включение в этот реестр? Да, однозначно. И это как раз один из поводов и сложных моментов как раз вот этой переходной работы, этого так называемого трансфера. Первый как бы вектор – это точечные, избалансированные технические требования как к параметрам и, грубо говоря, к качеству комплектующих, так и к технологическим процессам. И здесь, там, за вот минувший год была колоссальная работа проведена, и, в общем-то, вот на мой взгляд, в этой части остается только разобраться с валидностью процентовки используемой ЭКБ, потому как внести сильно мало будет риск попадания, там, допустим, какого-то переделанного условно-китайского оборудования, внести сильно много риск стагнации вообще, потому что свои не войдут, внедрить не смогут, весь процесс встанет, а он коррелирует, как мы помним, со стратегическими рынками из Ки и с рынком госсектора. А второй важный как раз вопрос и момент вот в этом процессе, в этой работе – это как раз-таки глубокая экспертиза, потому что просто так поставить знак равенства между телекомом и продукцией, там, условно, общей промышленности, потому что 719-е постановление и реестр, да, российской промышленной продукции – это реестр, который включает в себя холодильники, комбинезоны, там, компьютеры и все вот это вот как бы вместе. Телеком же, почему и изначально вообще сформировались отдельные требования, потому что это ощутимо более технологичная продукция, да, с высокой долей наукоемкости и с ощутимо большой долей обеспечения общественного функционала, в том числе за счет программного обеспечения, и технологические процессы сильно отличаются. И экспертизу, и мы вот, в общем-то, это можно и читать как бы в наших публичных выступлениях, и в наших статьях, и интервью, и федеральные СМИ об этом пишут, что сохранение отраслевой экспертизы здесь крайне необходимы. Это как раз тот самый случай, что теоретик просто не сможет оценить и не сможет проверить. Тут мало чек-листа, тут мало формального признака. Здесь выездные проверки, и ты должен четко понимать, что спросить, куда посмотреть, что перепроверить. И по большому счету, человек, который оторван от реальных, производственных и сопутствующих этим процессам, он просто не сможет. И вот почему такие дискуссии, потому что были итерации, когда там и, например, торгово-промышленная палата это признавало, что в штате просто нету таких экспертов, которые смогут такие процедуры осуществить. И сейчас этот вопрос, нельзя сказать, что он решен до конца, то есть действующий по сегодняшний день механизм, это как раз постановление 878, оно предполагает работу такого экспертного совета, и это полноценная отраслевая экспертиза с ощутимо глубоким погружением. То есть, казалось бы, есть такие предприятия, про которые так или иначе уже знают все, там, про ТЭЙ, ЛТЭКС, Т-8 и так далее. И все мы по-прежнему подвергаемся полноценным проверкам, это полноценные выездные проверки. Бывает так, что даже они там выходят за рамки каких-то регламентных сроков, ну, условно, потому что вот пока эксперт не убедится, пока он не перепроверит, мы не получаем заключение. Хотя, казалось бы, да, вот уже, грубо говоря, там, поработал на зачетку, зачетка работает на тебя, но здесь так не работает, и на мой взгляд, это единственно правильный путь, оно и не должно работать иначе. Поэтому вот глубина, качество, максимальная строгость вот этих вот экспертизы и проверки, она однозначно должна быть внедрена. Потому что риски попадания китайской продукции, да, и любой другой импортной продукции, они есть, мы их видим, и это серьезные риски, которые, по моему устойчивому убеждению, могут нас просто откинуть обратно в 2002 год, грубо говоря. Ну, в нашем случае мы начинали оттуда. И будет все вот, все будет вот так же. То есть период точечных разработок, отдельных небольших заказов и так далее. То есть это риски потери рынка для российских производителей очень серьезные, хотя бы только потому, что попадая под флаг Российской Федерации и под автоматом, да, привилегии, как бы мы получаем для производителей риск того, что мы будем просто неконкурентно способны как минимум по показателям цены и даруют риски крайне серьезной технологической безопасности, информационной безопасности для потребителей. Потому что, в принципе, обсуждая какие-либо вещи, касающиеся там регулирования, стимулирования спроса, еще чего-то, мы говорим по большому счету о стратегических сегментах рынка. Это КИИ, это 223 ФЗ, да, в утрированном виде, это сегмент госсектора, это 44 ФЗ, то есть это вот то, что необходимо оберегать просто вот с максимальным, даже лучше где-то, скажем так, там что-то вот перепроверить, пережестить, еще что-то. Но вот оно должно быть защищено. И экспертиза, да, это один как бы, один из механизмов, который может позволить это сделать. Ну, протеи, как я сейчас вижу, очень действительно усилил свою работу в направлении инфобеза. И это связано только с требованиями регуляторов, или это еще и какие-то внутренние потребности тоже? Ну вот, на самом деле, говоря вообще о безопасности и подхода протеи к безопасности, здесь, на мой взгляд, крайне важно выделять сразу два вектора. Это информационная безопасность, это технологическая безопасность. Технологическая безопасность, ну, до 22 года вообще было не принято об этом говорить, это было неинтересно, максимально скучно, чего там еще вот в это погружаться. Сейчас все-таки у нас есть глобальные цели, отраслевые цели, государственные цели, мы идем как бы технологической независимости, неважно как мы идем, медленно или быстро не будем об этом сегодня. Тем не менее, вот тот фундамент в реальную технологическую безопасность протей, по сути, полуинтуитивно начал закладывать еще в самом своем начале. Это вот тоже, казалось бы, у всего есть свои как бы минусы и плюсы, если вот мы посмотрим, с чего все начиналось, и, казалось бы, спрос очень ограничен, он очень кастомизирован, он очень специфичен, он не тиражируем, но на самом деле дал нам очень много положительных традиций, которые мы заложили вообще в основу своих подходов к разработке и производству. И прежде всего речь идет о такой аномально глубокой, по-моему, вот сейчас видению и пониманию, в том числе как бы анализу косвенному подходов других наших друзей, коллег и партнеров. И вот здесь говоря, как бы, да, технологической безопасности и локализации электронной составляющей, то можно даже вот представить некую как бы такую модель с точки зрения того, а где вот все самое как бы наукоемкое. И, грубо говоря, самая уязвимая история это программное обеспечение, здесь оно до абсолютных значений как бы российское, операционные системы, все верно отмечено, они исторически закладываются, тоже российские, это биос, это процессор, это программируемые элементы, выполняющие там условно логику обработки данных, логику обработки сигналов, это уже только потом интерфейсные, там чипы интерфейсная микроэлектроника и пассивные компоненты. Если вот на всю вот эту пирамидку посмотреть, то как бы это ни было удивительно, у протея практически все со знаком Российской Федерации, потому что используем мы до абсолютных значений импортное только ЭКБ и интерфейсные чипы, что касается всех программируемых элементов, можно так сказать, что ну плис-то все равно импортный, и человек будет прав, импортный, там микроконтроллер импортный, импортный, но вся логика, зашитая туда, она вся написана нами, и это как бы крайне важная степень погружения, которой на самом деле особенно в те времена были готовы далеко не все, а мы с этим столкнулись еще при разработке и запуске своего первого шлюза, и использовали мы тогда аудиочупы американского происхождения с полностью зашитой туда ваиповской логикой, ну такой вот прям типичный черный ящик, и вот тебе надо что-то поменять, тебе надо что-то продиагностировать, а ты ничего не можешь с этим сделать без разработчика, который находится на территории понятного государства, и мы уже тогда, это вот определенное как бы чувствование правильных приоритетов, в том числе на уровне, и в особенности как бы на уровне владельцев нашего предприятия, о том, что вот точно так не надо, и уход от черных ящиков был по сути заложен в основу вообще нашей стратегии развития производства уже тогда, уже тогда мы были там, ну я не побоюсь на самом деле этой декларации, наверняка там одни из первых в стране, кто вообще написал свою ваип-логику, по сути заместив ключевой вообще черный ящик, выполняющий по большому счету основной функционал изделия, да, телекома, изделия, обеспечивающие голосовую связь, и в дальнейшем мы придерживались этого же, поэтому там модули видеозахвата, звуковые карты у нас полностью свои, и сейчас там, например, процессорный модуль, казалось бы, чип Intel, но тем не менее сам модуль уже свой, и свой российский BIOS там стоит, и с точки зрения, например, какой-то абсолютной независимости, не сказать, что мы независимы, разумеется, мы там зависим от поставщиков, определенных компонентам и так далее, но с точки зрения контроля и управляемости, а именно в этом основа вообще сущности технологической безопасности, является ключевым критерием для того, чтобы там повышать градус, да, дошли мы там до 100% или нет, мы до 100% не дошли, но там до 45% наверняка уже дошли, и в том числе за счет того, что повысили как бы вообще заводские настройки своего, своей способности контролировать и управлять. Это как бы вообще база, казалось бы, ничего не дающая заказчикам, но только казалось бы, потому что опять-таки с информационной безопасностью корреляция самая прямая, то есть когда у тебя по большому счету нету элементов на всех вообще уровней, до самых глубоких, где может быть, могут быть скрыты какие-то НДВ, там, еще что-то, то, конечно, это дарует и во многом может быть не декларативную информационную безопасность, да, она может там не биться с той нормативка, которую мы читаем, внимательно читаем там Апстег России, ФСБ России, но дарует правильную и информационную технологическую безопасность. В этом направлении мы работу свою активно продолжаем, более того, там, если обратишь внимание на структуру и подход к расширению, например, портфеля продуктов, это в том числе во многом обусловлено вектором именно безопасности, например, там, мы несколько лет назад вывели на рынок свои средства отображения, свои видеостены, свои видеокоммутаторы как раз-таки с посылом решать для заказчика и обеспечивать заказчикам полноценную контролируемую экосистему и, по сути, решение задачи максимально под ключ. Потому что с теми же самыми средствами отображения, например, если мы говорим уже о каких-то задачках со звездочкой, например, построения именно защищенных сетей, размещения техники в выделенных помещениях, необходимость соответствия сложным грифованным приказам, то мы понимаем, что с импортными решениями с какого-то периода времени мы просто ничего не могли сделать. Они были непригодны к прохождению специальных проверок, специальных исследований. Поэтому мы, по сути, копаем в вопросах безопасности и в глубину, и в ширину. Это влияет и на расширение, модернизацию решений, на расширение продуктового портфеля и на подходы именно глубоко технологические внутри. Что касается функционального программного обеспечения, то эту работу мы тоже проводим. На текущий момент мы внедряем правильно рекомендованные меры по обеспечению именно безопасной разработки и сильно верим в это, и хочется верить, что рано или поздно это начнет коррелировать и с реальными нормативно-правовыми документами. Находим это крайне важным и перспективным. Потому как, что касается программного обеспечения, то если мы реестр российского программного обеспечения откроем, то увидим там 22 тысячи программных продуктов. А если послушаем уважаемых заказчиков КИИ, которые пишут открытые письма о том, что 1 января 2025 года мы не готовы ни к чему переходить, потому что тут у нас большой дефицит, становится... Уважаемые люди не будут просто так писать такие письма, а как будто бы какая-то неувязка происходит. И в принципе, если поглубже копнуть, то видим, что многие продукты построены просто на готовом опенсорсе, очень многие виды продуктов продублированы, может стать страшно просто. Одного и того же типа продукта может быть просто 500 записей в реестре. Все почему? А потому что как раз-таки та самая глубина, о которой я люблю много говорить, она там как бы просто-напросто отсутствует. А построить что-либо на опенсорсе, обвязав это бантиками, плюшечками, формочками, для этого как бы большого потенциала не надо. А с точки зрения той же самой безопасности, это самые непосредственные и самые прямые угрозы. Поэтому вот так или иначе к вопросам, например, резонного ужесточения требований и к этому реестру уже отрасль, уже более широкая отрасль, отрасль сферы IT подступала с разных сторон. И в общем-то вера в то, что рано или поздно как бы динамика будет и здесь, она все-таки пока не умирает. Потому как считается и ощущается, что это крайне важно сегодня. Ну и наверное благодаря тому, что протеи работает очень много с различными спецпотребителями, у которых требования к безопасности и защищенности поставляемой продукции, они на высочайшем уровне, наверное, это играет определенную роль для рынка, на котором работаем мы. ТЭЛ, это значит гарантия того, что протей действительно делает. Я надеюсь, что да, что и наш корпоративный сегмент это осознает и понимает, потому как, да, на мой взгляд, осознание того, что техника эксплуатируется, ну скажем так, в очень ответственных местах, в общем-то является некой такой как бы негласной гарантией, может быть, не столько качества, сколько, наверное, ну как у каких-то вот совокупных факторов. Надежности и в целом, и подхода к предприятию. Ты написала несколько статей в соавторстве с коллегами из группы компаний Протей, и в одной из этих статей, которая называется «Теория и практика развития телекоммуникационных систем», ты упоминаешь о том, что все задачи по переходу к использованию исключительно отечественного комплекса технических средств можно решить только за длительный период времени. А какой это длительный период времени? Годы, десятилетия? Как ты могла бы ответить на этот вопрос? На самом деле, наверное, правильный ответ здесь будет все-таки опираться на сущности примерно около десятилетий. Почему? Потому что как раз сфера наша и телекома, и вообще в принципе радиоэлектроники, она очень технологична, технологична и глубока. И здесь как раз вот это вот коррелирует, в том числе с моими тезисами, и про вертикальное импортозамещение, и вообще в принципе про глубину цепочек. И это, ну вот как объяснить? Это вот прям сильно не то же самое, что, например, там из нефти сделать бензин. Вот это намного более многоступенчатый процесс. И грубо говоря, недостаточно там развести плату, испаять ее. Потому что, говоря о реальном уровне независимости импорта, независимости, мы говорим о том, что есть вопросы сырья, есть вопросы изготовления кремниевых пластин, есть вопросы изготовления кристаллов для микросхем, есть вопросы корпусирования микросхем, есть вопросы изготовления текстолита, который необходим для печатных плат есть вопросы изготовления печатных плат есть вопросы технологических процессов там монтажа да и обеспечение вот этого всего и даже выполняя насквозь всю вот эту цепочку мы это не достигаем там какого-то абсолютного уровня потому что есть еще инфраструктура благодаря которой это можно все сделать и мы говорим про отдельное высокотехнологичное оборудование для обеспечения всех этих процессов и по-хорошему если мы говорим о действительно каких-то наивысших показателях необходимо этот путь проходить насквозь может быть где-то заведомо понимая что вот ну там на сто процентов не пройдем но какое-то целеполагание должно быть определено и в любом случае как бы это путь который там на каких-то ступеньках каком-то объеме все равно нужно проходить поэтому если мы говорим о какой-то как бы полноценной истории да а вот в наших все-таки идейность она она присутствует без этого без этого никуда да да наверное все таки за счет этого и держимся поэтому своих каких-то таких вот размышлениях в наших даже там внутренних дискуссиях каких-то вот попытках каких-то научных изысканий мы все-таки вот отталкиваемся именно от идеальной картины мира с такой вот верой интересную такую фразу недавно услышал на применительно к моему мышлению верой в светлое доброе вечное вот эта вера как бы у меня присутствует а я ее сюда как бы все-таки накладываю поэтому отталкиваюсь лишь от того что действительно качественное и значимое да невозможно она легко легко вообще ну не бывает труд должен быть и путь нужно уметь проходить да он может быть непростой и говоря как бы о там телекоме и радиоэлектроники мы однозначно говорим о непростом пути и о каждых их ступеньках этапа все-таки нужно думать принципе сфера в которой мы обе с тобой работаем она такая очень сложная наука емкая и ну как-то довольно мужская так при этом ты достигла таких высоких профессиональных достижений в этой сфере много лет работаешь про те и во многих многими процессами управляешь во многих процессах участвуешь и вот все то что какой путь прошел протей за последние годы везде ты принимал участие и мне кажется во многом благодаря твоей вот этой вот вере твоей энергетики это стало возможным как тебе это удается что что тебя не знаю мотивирует вот на на эти сверх результаты спасибо за такой глубокий вопрос и высокие оценки мне правда приятно что мотивирует я думаю что тут да наверно вера в основе просто ну и осознание каких-то смыслов то есть вот я вижу очень много смыслов в том к чему сопричастна сама в том что делаю сама в том что делает ну мне даже не назвать протеи как-то сухо там предприятием или компаниям для меня это однозначно что-то более глобальное и в ментальность вот этой вот полноценной живой вообще системы я верю очень сильно и нахожу ее созвучной себе ну наверное до абсолютных показателей во всяком случае вот в тот период моей жизни в котором я пребываю сейчас и в целом когда вот это вот вера есть и ты понимаешь что это совершенно точно что-то ну что-то больше чем там просто работа или там просто выполнение каких-то там ну поверхностных целей когда это действительно вот идея то в этом есть и удовольствие и от процесса в том числе есть удовольствие есть энергия то есть тут вот все сильно взаимосвязано но наверное все таки ключевым наверно вера является и в общем то сам факт вот и веры и увлеченности и удовольствия он и стимулирует в какие-то вещи погружаться достаточно глубоко потому что ну да не все равно да интересно и там условно анализ до черных ящиков программируемых элементов и всего остального это не потому что надо это не потому что там мне сложно будет отстоять какую-то свою позицию нет это потому что интересно а уже как следствие формируется определенная степень и уверенности пуш да ты точно знаешь что ты знаешь о чем ты говоришь это ну не неизбежно дарует какого-то наверное такого благостного и правильного раскрепощения вот наверно как то так ну и мне кажется это еще очень сильно мотивирует и твою команду и в принципе всех окружающих кто там так или иначе соприкасается с тобой и он заряжается этим энтузиазмом этой веры ему тоже хочется делать свое дело не для галочки а вот ради какой-то великой цели очень надеюсь что это так очень надеюсь на суровых условиях действительности когда спрос резко превышает предложение вот мы поговорили как производители справляются с такими возникшими сложностями помогает ли как-то государство производителям оказывает ли какие-то реальные меры поддержки не только на словах но и на деле для того чтобы процесс импорта независимости вот шел в правильном направлении собственно говоря к нужной цели да конечно и и меры поддержки причем реальные поддержки они имеются они более того пролонгируются и такие там казалось бы ну вот меры которые там поначалу я даже в какой-то степени обесценивала как налоговые маневры и так далее на самом деле оказались ощутимо результативными механизмами которые позволили многим предприятиям сейчас качественно реинвестировать если мы там говорим про нас то мы видим но условно там прирост там в площадях x6 прирост в выпускаемой продукции x4 количество людей там почти x3 то есть предприятие где в принципе эти цифры там уже двухзначного значения это еще более агрессивная и серьезная как бы динамика поэтому конечно вспомогательные в том числе какие-то финансовые механизмы они актуальны более того в целом сейчас регуляторы наши непосредственные отраслевые но мы присутствуем просто считай в двух отраслях и эти и промышленность поэтому имеем возможность находиться в диалоге с минцифры россии с минпромторгом россии и в целом открыты регуляторы к новым идеям и механизмом поэтому есть у нас в проработке на уровне отраслей наших как бы действительно такие серьезные механизмы именно стратегическим каким-то заделом но в общем то здесь наверно ключевое и наиболее приоритетно это все-таки сохранение рынка и обеспокоенность предприятий на этот счет есть то есть с исключительно айти в этом плане чуть-чуть полегче попроще не несешь таких издержек и вообще в принципе процессы внутри сильно проще предприятия производители конечно специфика более серьезная поэтому такие предприятия обеспокоены во-первых как бы рынком в долгую обеспечением какого-то гарантированного спроса потому что вот там мы говорим о том что спрос резко подскочил в двадцать втором году но уже наблюдаем как в конце двадцать третьего они это такого уже стремительного роста а потому что можем наблюдать и попадание уже обратно и продукции из дружественных стран и различной другой продукции поэтому конечно те предприятия которые качественно вложились вообще в принципе в расширение своего технологического и промышленного потенциала обеспокоены как бы во-первых сохранением рынка для своих для того чтобы не повторить ошибки и опыт как бы минувшей эпохи обеспечением долгосрочных каких-то контрактов форвардных контрактов сквозных контрактов просто практики подписания долгосрочных обязательств это кстати позволяет решать в том числе вот актуальную проблему в особенности для корпоративного рынка потому что чувствуется что вот это вот балансировка ожидания реальность она хоть и проходит чуть-чуть сближаются переговорные позиции но она все равно далека пока от идеала по что все равно по инерции нам вот вот хочется обратно вот iphone хочется обратно хочется циско обратно поляком и вот нет нет да 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 нет нет и а вот в тоже как бы проскочат требования да вот к циско call менеджеру они к тому что есть в реестре и вот на самом деле механизмы долгосрочных каких-то историк обязательств да это на мой взгляд меры вообще необходимы не только вендорам они заказчикам необходимы для того чтобы себе в долгу обеспечить во-первых реально необходимый функционал а в том числе и гарантия сопровождения потому что это тоже немаловажно и в общем то эти вопросы вопросы пересмотра например каких-то сертификаций в особенности отраслевых потому что есть что пересматривать и в какой-то степени экологично ужесточать в этой части вопросы нормативной базы связанные с проектированием вновь возводимых объектов это тоже отдельный пласт нормативки и по всем этим как бы вектором до вопрос этом стимулирование например экспорта на высокотехнологичную продукцию просто к сожалению для действительно особо значимых продуктов есть у нас даже такая аббревиатура можно на уровне правительства имеет место как бы быть особо значимые проекты я это переформулировала в особо значимые продукты и не всем им мы можем обеспечить внутри рынок здесь и сейчас и вот например нам крайне понятно эта тема на примере ядра сети протей по большому счету в том числе за счет вот исторического подхода которым я очень много сегодня говорю-говорю и постоянно к этому возвращаюсь и занимался да вот разработкой до того чем вообще как бы никому в голову даже не приходило заниматься потому что зачем вообще можно же быстро перепродать заработать великолепно все будет какое ядро сети зачем этим заниматься и как бы это парадоксально не было начала 22 года на площадке организованы в том числе этом с участием миницифры так называемые и цк цк р и да это вот как раз площадки для там тройного диалога с участием потребителей крупнейший с участием вендоров разработчиков и были прорисованы так называемые ландшафт и вот и там у тебя проскочила 7 цифровая зрелость вот это примерно об этом и там были ландшафты по отраслям и на какие продукты какой вообще потенциал есть и протей в части мобильных сетей связи во множестве ячеек был один просто один да с каким-то там не до конца функционально дорощенным скажем так решением но тем не менее с технологическим потенциалом всего один игрок на рынке и сейчас получается достаточно парадоксально потому что в большей степени до мобильные сети связи инфраструктура операторов связи она ну скажем так была модернизирована не так давно и в общем то она находится в большей степени скажем так в работоспособном состоянии модернизации там спланированы но вот когда-то когда-то а сейчас вот необходимо продукт реально обкатывать ему необходимо давать реальную нагрузку и вот например регулятор с нами очень глубоко погружается в проработку механизма как раз экспортные поддержки экспорта потому что есть дружественные для нас страны но не имеющие там возможности в моменте и в общем то сейчас вот на уровне и с участием государства прорабатываются и такие механизмы в том числе поэтому скажем так вот эта благостная практика повышенного диалога и улучшение качества диалога на уровне государства бизнес однозначно происходит за вот этот вот там минувший период до двух лет и и продолжает улучшаться но в целом конечно наверное многим но во всяком случае нам бы точно хотелось понимать именно какую-то долгострочную стратегию а куда мы вообще в принципе все идем вот потому как таких вот как в общем и целом до в нашей стране порой становится понятно что неких как бы моментов идеологии да и прояснения многих важных вещей для нас как просто для граждан своей страны зачастую не хватает да и там по определенным показателям неосознанных там людей с нами проживающих в одной стране мы это как бы понимаем и по сути в отрасли все то же самое то есть вот этой самой как бы идеологии вообще каких-то целеполагания в долгую не решение быстрых тактических задач мы в это как бы поиграли в 22 году и как раз вот за счет того что там мощнейшие антикризисные менеджеры да грубо говоря есть на всех уровнях и в бизнесе и употребителей и в государстве какие-то реально казалось бы патовые совершенно на ситуации были совершенно ювелирно как бы нивелированы разрешены и так далее но вот сейчас мне кажется мы подходим к тому этапу когда помимо каких-то тактических историй да там где-то изоленту новую наклеить где-то старую отодрать и так далее все-таки хочется понимать вот именно долгосрочную вот эту вот историю и наверное на подходы предприятий и на осознанность бизнеса это бы повлияло сейчас очень сильно мы часто в наших подкастах затрагиваем такую тему что да и не только в подкастах наверно в принципе по жизни да сталкиваемся с такой темой что во многом потребители не готовы не то что не готовы а скорее с сомнением относятся к российским производителям просто по привычке даже не столько из-за там определенной незрелости продукта сколько из-за привычки потому что вот мы привыкли так а а тут по-другому ой это вроде как надо привыкать и мне кажется еще вот с точки зрения взаимодействия с конечным потребителем это тоже играет определенную роль и определенную работу которую надо проводить для объяснения что другое не значит худшее так и есть и я надеюсь что нам все таки всем всем дружно и всем вместе в своих сегментах рынка на самом деле по сути мы как раз охватываем да коллективно и глобально наиболее стратегические как бы сегменты рынка это операторы связи это корпоративный сегмент по сути равно ки и потому как это сложный корпоративный сегмент это органы государственной власти и протеи работает и здесь и здесь и здесь и это крайне важно не ну и с готовностью нести соответствующую ответственность вот поэтому в принципе вот на текущий момент все таки лично я вижу и наблюдаю за тем как осознанность потребителей особенно особенно таких непростых потребителей которые в свою очередь несут очень серьезную ответственность естественно легко коррелирующую с укрф как мы все понимаем и сопутствующими неприятностями это тоже нужно учитывать что в общем то в определенной парадигме крайне непростых требований находятся наши заказчики и наши потребители поэтому здесь с определенным пониманием мы неизбежно воспринимаем их какие-то опасения часто они вполне резонны вот но тем не менее я к чему что все таки за последнее время у меня складывается такое ощущение что все равно вот это подход и тип мышления он начинает все равно меняться потому что ну так или иначе мы я надеюсь что в глобальном смысле как бы возрождаем все таки осознание ценности того что у нас все может быть как бы хорошо и свое намного лучше и путешествие закрыта европа хорошо великолепный повод узнать алтай дальний восток наш прекрасный кавказ и кучу других мест и так во всем там заходим в магазины и слава богу мы уже там на латинице данном название видим чуть-чуть как бы меньше и в очереди там за кока-колами безумными да как старые такие интересные колоритные фотографии можно найти как обезумевшие уже не стоим да какие-то естественные привычки они сохраняют но они у нас и в жизни сохраняются мы не спешим пересаживаться с хороших привычных машин или там не не всегда готовы там где-то что-то но общий фон вообще как бы осознанности он все равно меняется и например ну вот с точки зрения структуры наших контрактов до этого потока договоров и заказов которые идет я отчетливо вижу что есть заказчики которые да могут не покупать сейчас российская элементарно могут не покупать но покупают российская почему а потому что уже не хотим остаться без поддержки уже не хотим рисковать да есть риски допустим того что решение не до конца не такое зрелое как условно обкатанное десятилетиями но что хуже сломается вся сетка потому что ее ломанут и положат связь или утекут данные или еще что-то или просто там штатный сбой до который опять таки с точки зрения там подходов к сетям связи какие-то нюансы в контексте там потенциальной надежности или признаваемые слабые места можно просто архитектурно нивелировать добавить резервирование еще что-то еще что-то и это в общем-то позволит решать задачу с сохранением общего общего функционала и общих показателей качества зато минимизируя действительно серьезные как бы угрозы и риски особенно там говоря о там нашем сегменте связь это вот это то о чем то о чем не принято ценить да до момента когда что-то не произойдет но прецедентов громких мне кажется нам всем достаточно за последнее время поэтому хочется верить что то те подходы да и к выбору поставщиков и к соблюдению и нормативной базы где-то но все-таки говоря наверное каком-то реальном замещении на реальных процессах достижения независимости все-таки хочется верить что мы опираемся первично все-таки на здравый смысл а нормативная база нам просто вот в помощь здесь да для помощи и поддержки да именно так мы в плане сервиса надо заметить что все равно за последние годы российские производители очень сильно подняли планку может быть и не до уровня которые обеспечивали зарубежные производители но по крайней мере многократно улучшили сервис сопровождение в принципе подходы к взаимодействию со своим заказчиком вот ну собственно на всех наверное совершенно точно да но из точки зрения там каких-то функциональных вещей то мы находимся в таком подклассе на телекома где там телефония можно смело говорить что это мировой уровень совершенно смело и не только у нас у наших коллег там друзей и партнеров во многом тоже то есть на мой взгляд это совершенно дорощи до дорощенный как бы сегмент не вызывающий вопросов с точки зрения не функциональности не надежности именно способности выдержать большую абонентскую нагрузку там более скажем так такие вещи там как видеоконференц-связь может быть унифицированные коммуникации еще там что-то ну да должен всегда оставаться какой-то потенциал для для движения вперед хорошо здесь то что реализовывая какие-то дополнительные функции мы сразу можем учитывать том числе вопросы безопасности что немаловажно двигаться вперед только вперед светлому будущего да да это тянет прямо на лозунг знаешь как плакаты висели в прекрасных душевных между прочим на советских санаториях вот мне кажется что нам тоже пора пора это кстати та самая наверное правильная и благостная компонента идеологии который все-таки иногда иногда не хватает а на мой взгляд вот этот вот реальный труд и наш труд внутри он просто он заслуживает невероятного уважения на всех уровнях потому что вот это настоящее созидание как ни крути и то что можно потрогать том числе руками это очень важно спасибо тебе большое спасибо что пригласили интересный опыт